9 мая в места проведения мероприятий можно будет попасть только через контрольно-пропускные пункты. По городу увеличится количество патрульно-постовых нарядов, движение автотранспорта будет ограничено. Для предотвращения случаев вандализма Олег Героев с 1 по 12 мая будет находиться под круглосуточной охраной. Об этом сообщают правоохранительные органы. Задача перед службами Чистополя поставлена понятная – усилить общественную безопасность в период майских праздников. На совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба озвучен план, как действовать в оперативной обстановке и как предотвратить экстремистские преступления. Особый акцент – на противопожарную безопасность. На всех объектах, которые будут задействованы при проведении праздничных мероприятий, будет организовано дежурство сотрудников, отделы надзорной деятельности пожарно-спасательной части, которые у нас имеются. Все места проведения будут проверены. Уже сейчас в ходе проверок людям объясняют, почему необходимо строго следовать правилам пожарной безопасности. На встрече руководителям поручено проверить состояние источников противопожарного водоснабжения и организовать свободный проезд пожарной техники в места проведения мероприятий. А учитывая то, что с конца апреля по всей республике будет вообще введен особый противопожарный режим, оповестить об этом коллективы и предупредить о последствиях в случае несоблюдения требований. В татарских сарсазах это постоянное место торговли рыбой – копченой, соленой или свежемороженой. Покупатели – не только жители села, но и проезжающие по трассе автолюбители. Насколько продукция безопасна для употребления, выясняют контролирующие службы. В первую очередь проверяют маркировку и сопроводительные документы. Проводятся эти рейды еженедельно. Объезжаем торговые точки, продают свежую речную рыбу, на которой документов нет. В составе проверяющих – специалисты из полкома района, Роспотребнадзора и Комитета по биоресурсам. Практически во время каждого рейда нарушения выявляются однотипные – отсутствие сопроводительных документов, которые подтверждают качество рыбной продукции. Этот магазин не стал исключением, ведь часть реализуемой рыбы тоже оказалась нелегальной. На нее составляют протокол изъятия уже на месте. По результатам проверки в этом магазине всего опечатано до решения мирового суда почти 10 килограммов копченой и соленой рыбы. Экспертиза покажет, насколько она безопасна для здоровья покупателей. А решением мирового суда будет определена сумма штрафа за несанкционированную торговлю. Вот здесь была фамилия моего двоюродного деда Прибыловского Вениамина Валерьяновича, погибшего в Румынии 8 мая 1944 года. О том, что со стелы и списка земляков участников войны исчезла фамилия деда, Сергей Прибыловский узнал не сразу. Реконструкция аллеи героев была два года назад. Именно тогда стелы были полностью заменены на новые. Пропажу фамилии обнаружил, когда посетил аллею с родственниками, чтобы почтить память своего деда. Ждал родственников в гости, решил показать им старые могилы, места памятные, чистые поля. И с удивлением обнаружил, что фамилия исчезла. Удивились не только родственники. Всем я, кому не говорил, все, конечно, удивляются. Что это, чья-то ошибка или намеренное решение внести поправки в старый список фронтовиков, внук выясняет уже в администрации. Именно туда он обратился с заявлением восстановить на имеющейся стеле фамилию деда. В администрации встретились с пониманием, помогли разыскать кое-какие документы в архивах, послали к музейным работникам. Не по злому умыслу, видимо, но какая-то площадь была. Никто, конечно же, имена не отфильтровывал, не удалял, не убирал. Возможно, это какая-то техническая ошибка. Понимаете, сколько тысяч имен на аллее. И, конечно, технические ошибки какие-то возможные. Каких-то имен не было и в прошлых списках. А потом люди приходят, находятся родственники, обнаруживают, что не хватает имен, и они обращаются в администрацию и к нам. По архивным документам удалось подтвердить, Вениамин Прибыловский действительно был уроженцем Чистополя. Погиб в бою и захоронен в Румынии за год до победы. В списках погибших на стеле ранее числился. Так же, как и дядя Тагира Мухаметова, Закир Мухаметов, который погиб на фронте в 1942 году. Об этом они рассказывают на встрече в редакции местной газеты «Чистопольские известия». Фамилия также находилась в списках. В свое время проходили и видели то, что она на месте в настоящий момент. Ее нет, чему я сильно удивлен. Со стороны отца никого не осталось. Отца тоже нет, отец воевал, прошел всю войну, 7 лет войны. И то, что нет и дяди здесь, меня сильно удивляет. Это не единственное обращение к властям с просьбой вернуть фамилии на стелу или добавить новые. В Чистопольском государственном музее-заповеднике уже около десятка заявлений дожидаются своего решения. Предварительно известно, что все недостающие имена воинов-земляков будут возвращены на существующую стелу в виде отдельной таблички. Мы эти списки собираем, передаем Чистопольский городской исполнительный комитет, администрацию. И вопрос по добавлению дополнительных списков на аллее героев решается. Любой уважающий себя житель Лицейского района, любой православный должен эту книгу прочитать и посмотреть. Речь идет о книге про теерея Павла Чурашова «Здесь ангелы служат». Она описывает трагические события после революционного Алексеевского района. На основании архивных документов и свидетельств старожилов самых разных деревень автор рассказывает, как закрывались и разрушались православные храмы, как складывались судьбы священников. Когда я начал работать в архивах, конечно, очень много интересного материала стало открываться, в чем никто до меня их не исследовал. Я стал это все записывать. Можно было что-то все копировать, но очень мало. Несколько цепляров буквально. А так приходилось вручную переписывать. Эта тема захватила отца Павла еще во время учебы в Московской духовной академии и была основой дипломной работы. Так появился редкий исторический материал. Только спустя годы он воплотил свою мечту и издал книгу. В этом его поддержали и верующие района, и местные краеведы. Хотелось, чтобы это не осталось где-то в забвении. Чтобы, может быть, кому-то подать пример, кто-то, может быть, тоже захочет исследовать свои святыни. Всего напечатано 500 экземпляров книг. Часть изданий благочины Алексеевского района передал в Центральную библиотеку Чистополя. Отец Павел эту работу огромную провел. И его имя тоже будет в истории записано как ротоборца за веру православную, как истинному служителю Русской Православной Церкви. Русская Православная Церковь Продолжение следует...